Сегодня у нас в гостях психолог, заведующая кафедрой социальной работы, психологии, педагогики высшего образования Кубанского госуниверситета, Лада Чепелева. Здравствуйте, Лада Миталовна. Рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Лада Чепелева, психолог, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета, награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за заслуги в научной и педагогической деятельности. Каникулы, конечно, это любимая пора наших детей. Вот как сделать так, чтобы лето было полезным, насыщенным и разнообразным? Мое личное убеждение, что обязательно за лето надо выкроить хотя бы неделю, когда ты можешь поехать с ребенком куда-то, либо даже просто в городе, если нет возможности, но провести время совместно. Ты можешь, с одной стороны, наблюдать своего ребенка именно таким, какой он есть, и, с другой стороны, помочь ему в чем-то. Сегодня вот родители, многие отправляют детей в лагеря, да? А некоторые, наоборот, их не отправляют. Вот ваше личное мнение. Вот все-таки дети во время летних каникул должны ли ездить в лагеря? Или все-таки вот лучше мама, папа, бабушка, дедушка? Я считаю, чем разнообразней будет отдых ребенка, тем лучше. Хотя бы на смену поехать в лагерь, если это ребенок уже после 10 лет, ну, я считаю, что это очень хорошо. Три месяца наши дети отдыхают. Вот как вы считаете, что-то они должны читать, заниматься какими-то предметами? Не сильно ли долго дети отдыхают от школы, если они только посвящены отдыху? Я за то, чтобы летом дети отдыхали. Но отдыхали, вот против чего, допустим, я всегда выступаю, это когда отдых превращается в такой, знаете, это сон 15 часов в сутки. Айпад? А потом проснулся, да, чего-то там в компьютере побегал, поиграл, не выходя из дома, сидя под кондиционером, опять поспал. Это очень сильно разлагает и потом очень сложно адаптироваться к школе. То есть вот какой-то режим, понятно, что его не надо делать таким же жестким, как в школьные годы. Вставать утром рано. Да, то есть, ну, рано именно. Но, тем не менее, режим должен быть. У нас фонд «Края добра» помогает детям с тяжелыми заболеваниями. И часто мы сталкиваемся с родителями, что они стараются изолировать своих детей, ну, дабы над ними не смеялись, потому что они другие. Важно ли наших детей интегрировать здоровых к больным детям? Важно. И я за инклюзивное образование. Более того, я вам скажу, что уже сейчас есть практически результаты вот этой инклюзии в плане отношения, скажем так, нормативных, да, сверстников, у которых нет никаких проблем с точки зрения ограничения возможности их здоровья, по отношению к деткам, у которых такие проблемы, к сожалению, есть. Будь то люди с ограниченными возможностями здоровья, будь то, в принципе, люди без каких-либо ограничений. Самое главное – научить рыбку ловить. И научить взаимодействовать и с социумом, и между собой. Каждый год он проходит в разном месте, то есть это одна смена, как правило, с очень интересной программой, которая вот как раз направлена на вот эту вот инклюзию, на включение, в принципе, этих детей в наш социум, на разнообразие их жизни. Они потом все очень общаются. Как родителю понять и определить, что нужно отправиться к психологу со своим ребенком? По каким признакам? Детские проблемы, они не берутся с потолка. Это, как правило, отражение проблем родителей. У нас такое мнение есть, что вот есть проблемы, мы пошли к психологу. На самом деле, когда уже что-то случается, и ребенок начинает там либо быть излишне агрессивным, либо замкнутым, либо уже там на краю бездны, уже родители сами за голову хватаются и сами начинают искать, кому идти. Во-первых, они не понимают, что, я говорю, в первую очередь проблема в них. А во-вторых, никто не будет, ни один психолог, уважающий себя, не будет делать кому-то удобного ребенка. То есть он будет заниматься развитием ребенка с учетом его особенностей, понимаете, какой-то коррекции, может быть, психики, но именно с точки зрения того, что причиняет вред, в первую очередь, самому ребенку. Я благодарю вас за такую интереснейшую беседу. Не хочется вас отпускать, но, к сожалению, эфир, и мы вынуждены прерваться. Обязательно пригласим вас еще раз в гости. Спасибо огромное. Каждую программу мы призываем жителей Кубани не оставаться равнодушными.